Дорогие друзья, на ночь глядя, я и мои спутники оказались в прекрасном городе Ахал-Цихе, в крепости Рабат. Вот такая здесь у нас ночная сказка, настоящая красота, музей под открытым небом, все естественно взяли в руки смартфоны, телефоны, все что-то снимают, передают, фотографируют. Ну, мы были в Боржоме, снимали кукушку нашу легендарную, ну и вот решили продлить наше путешествие и подняться сюда, в Рабатскую крепость. Я вот когда говорю, что оденьтесь потеплее, в куртке много, в машине много теплой одежды. Нет, мне никто не верит, никто меня не слушает. А потом рубрика опять двойка начинается. И вот хочу сейчас, как осиновый лист трясется. А их и куртка манка наши. Могу сказать на английском, на французском, на немецком. Ну, лучше трястись. Здесь, как лист осиновый, цена 54 рубля 43 копейки. Вот, давайте теперь посмотрим на ночной город, на Ахалтихе. Здесь ночью тоже старый город, вернее, эта крепость открыта, можно вот так вот бродить здесь. Посмотрите, ну, здесь летом тоже очень красиво, очень интересно. А, ну, жарковато, особенно днем. А вот сейчас здесь такой, ну, мороза нет, но температура, наверное, 5-6 градусов. Я думаю, не больше. Прохладно, приятно, воздух сверхсвежий. И вот смотришь на эти своды, на эти трепостные сооружения. Это было отреставрировано все в 2012 году. Закончилась реставрация. Нужно отметить, что автором идеи был Михаил Николозович Саакашвили. А курировал процесс реставрации Ваноми Рабешвили, тогдашний министр внутреннего дела, потом и премьер-министр. Ну, наверное, знают зрители, что в тот период были отреставрированы и Сигнахи. Началось строительство активное и в Батумии. И такой был бум туристического возрождения. Ну, а после этого тоже, естественно, продолжилась эта тенденция развития туризма в регионе. И все это уже нашло такое продолжение почти во всех уголках Грузии. Ну, здесь сейчас много кафешек, ресторанов. Ну, естественно, сейчас такое затишье в туристическом сезоне. То есть, летний период и период осени такой бархатный он завершен. А зимний еще не начался, поэтому туристов не так много. Хотя все равно на недостаток гостей не жалуются представители туристической сферы. Ну, вот здесь вот так вот у нас красиво, мило. Я думаю, что вам тоже очень понравилась эта небольшая экскурсия. Всем хорошего настроения, удачи и мира!